Кругу друзей. Фестиваль народного творчества «Венок дружбы» официально открылся в Бобруйск-арене. Сколько коллективов приехало на праздник фольклора? В этом году на Бобруйской земле собрал 24 коллектива. С друзьями пьешь, не трогай нож. Мужчина хладнокровно зарезал сожительницу и скрылся. Эксперты обнаружили 8 колото-резаных проникающих ранений. На какой срок присел преступник? Нерушимая связь. Праздник духовного творчества с любовью в сердце объединил десятки бобручан. Я думаю, что мы еще больше согрели этот город любовью. Кто покорил душу горожан? А также значимая скидка, лист нетрудоспособности и достойный показатель. Охват детей дошкольным образованием Беларуси один из самых высоких в мире. Благодаря чему достигнут такой результат? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Лучшие из лучших. Александр Лукашенко наградил выпускников вузов. В торжественной обстановке Дворца независимости президент отметил большой труд и приложенные усилия уже бывших студентов. Стремление доказать себе и оправдать возложенную ответственность и есть самый верный путь к результату. Такую точку зрения выразил Александр Лукашенко. Глава государства пожелал оставаться собой, достижения поставленных целей и реализации намеченных планов на благо родной Беларуси. Слова благодарности в сторону учителей за колоссальную работу и достойное воспитание. Сегодня республиканский бал выпускников вузов собрал три тысячи выдающихся молодых людей со всей страны. Уважаемые друзья, дорогие наши выпускники, сегодня судьба совершенно заслужена, привела вас в святую и святых политической жизни страны по Дворец независимости. Здесь бывают разные люди, высокие зарубежные гости, высшие должностные лица, люди, получающие государственные награды и государственные степени. Но именно ваше присутствие привносит в эти политические будни и торжественные события весьма особый смысл. Вы – символ будущего, будущего нашей родной Беларуси. Буквально вчера вы защитили дипломные работы и выдержали серьезный государственный экзамен. Вижу по уверенным, абсолютно уверенным взглядам, что готовы подтвердить присвоенную вам профессиональную квалификацию. За плечами большой труд, бессонные ночи, волнение не только вас, но и родных и близких. А впереди не менее сложная, но, поверьте, весьма интересная и насыщенная жизнь. Сложность в ее стремительности. Поэтому, встречаясь с молодежью, я всегда говорю – делайте все вовремя. Вовремя получайте образование, совершенствуйте знания, вовремя создавайте семьи, рожайте детей. Это базовая составляющая успеха любого человека. Благодарность выпускники преподнесли главе государства подарок – многогранник из нержавеющей стали и дерева. Каждая сторона олицетворяет историю победы нашего государства в различных отраслях. Также Александр Лукашенко обратился к участникам 11-го форума регионов Беларуси и России. Президент подчеркнул – вопреки внешнему давлению, страны уверенно идут вперед, развивают союзную интеграцию и укрепляют гуманитарные связи. К слову, итогом первого дня работы стало подписание коммерческих контрактов между субъектами хозяйствования на 6 миллиардов российских рублей. Пьяная расправа. Суд вынес приговор мужчине, который зарезал сожительницу и скрылся. Трагедия произошла в последних числах декабря. Утром 27-летнего сына хозяйки разбудил сосед. Именно тогда он и обнаружил истерзанное тело матери. На шее мужчины имелись две резанные раны. Однако, что произошло, он не помнил. Накануне женщины и ее сожителям отмечали 53-й день рождения погибшей. На теле погибшей государственные медицинские судебные эксперты обнаружили 8 колото-резанных проникающих ранений грудной клетки с повреждением внутренних органов. Женщина скончалась от острой кровопотери. Ее сын получил легкие телесные повреждения. Правоохранители быстро задержали убийцу. 42-летний мужчина прятался в заброшенном доме соседней деревни. При нем сотрудники милиции обнаружили нож со следами крови. Приговор – 10 лет и 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима. Дорожная карта, лесной запрет и хорошие новости. В Беларуси продлена скидка в 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения. Кто может воспользоваться дисконтом? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. С июля белорусов ждут новшества при выплате больничных. Минимальный размер будет рассчитываться, исходя из минимальной зарплаты. С января ее начисление – 626 рублей. Также выплаты увеличатся у тех, чей рабочий стаж более 10 лет. С первого дня болезни лист нетрудоспособности начнут оплачивать в объеме 100% утраченного заработка. В Беларуси продлена скидка в 10% на ряд товаров для уязвимых категорий населения. Дисконт предоставляется пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным. Госпрограмма лояльности за все время существования показала отличные результаты. А это значит велика вероятность закрепления ее на постоянной основе в торговых сетях. Охват детей дошкольным образованием в Беларуси – один из самых высоких в мире, почти 100%. Реализуют программу воспитания юного поколения 3750 учреждений. По всей стране ежегодно возводятся новые детские сады, уже существующие значительно обновляются. Постоянно совершенствуется учебно-методический комплекс, педагоги повышают квалификацию. В текущем году в республике запланирован ремонт свыше 5000 километров дорог, без малого две уже восстановлено. На реконструкцию выделено более миллиарда 300 миллионов рублей. Общая протяженность автомобильных магистралей Беларуси – 86 тысяч километров, из них 87% с твердым покрытием. Плотность – одна из самых высоких среди стран СНГ. Ограничения на посещение лесов введены во всех районах Беларуси. Запрет связан с установлением третьего класса пожарной опасности. В связи с этим исключены въезд транспорта, проведение турслетов и коллективных выездов с палатками. Не возбороняется сбор ягод и грибов, однако без разведения костров на привале. Отслеживать информацию можно по интерактивной карте, размещенной на официальном сайте Минлисхоза. Информационно-просветительская акция «Дорогами слабы», посвященная 80-й годовщине белорусской стратегической наступательной операции «Багратион», проходит в Беларуси. 27 июня масштабное мероприятие прошло и в городе на Березине. Участником автопробега стал и наш корреспондент Виталий Гаврусев. 23 июня был дан старт акции «Дорогами слабы» в Светлогорском районе, где первый белорусский фронт под командованием Константина Рокоссовского осуществил прорыв фронта. Именно это самое знаковое событие лета 1944 года. И там же установлен памятный знак «Багратион» – месте начала легендарной военной операции. Сегодня в Беларуси живет уже пятое поколение потомков-победителей, которому, к счастью, незнакомы ужасы войны. Но для того, чтобы сохранить этот мир, страшные события прошлого не должны быть преданы забвению. То количество инициативных людей с активной жизненной позицией, которые нас окружают, вселяют уверенность в завтрашнем дне и веру в достойное будущее Беларуси. 27 июня акция прошла в Бобруйске. Старт масштабному мероприятию и автопробегу был дан в деревне Сычково. Мы хотим всеми патриотическими силами страны доказать то, что цените нашу независимость и знайте, какой ценой досталась нам наша победа. Автопробег объединяет Бобручан всех возрастов, которые чтут память своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Это дань уважения и благодарности за их героизм, мужество и отвагу. В мероприятии символично 80 авто, а это без малого 350 человек. Конечный пункт – мемориал жертвам фашизма. Цветы к месту всенародной памяти возлагают руководство города, представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь. Бобруськ действительно не забывает эти события. Видите, какие происходят у нас акции. И сегодня акция «Дорогами славы» прошла через город Бобруськ. Это очень приятно. И сегодня в теплых словах звучали от ветеранов. Это наш долг перед теми, кто освободил нашу страну. Избавили Беларусь, Советский Союз, весь мир в целом, а той самой коричневой чумы фашизма. Кульминационный момент мероприятия – торжественная передача точных копий штандартов 1-го и 2-го белорусских фронтов руководству города. В рамках акции «Патриоты Беларуси» совместно с Федерацией профсоюзов оцифровывают памятные места. Только в этом году планируется установить знак проекта «Сохраним историю» на тысячи памятников, мемориалов и братских захоронений. Не стал исключением и город на Березине. За пять дней ожесточенных и кровопролитных боев во время наступательной операции войны 1-го Белорусского фронта уничтожили 25-тысячную группировку нацистских преступников, освободив Бобруйск. Мой отец под Титовкой наблюдал именно окружение вот немцев. И 14-летний паренек все это видел своими глазами. Моя мама в Осипойском районе, там есть населенный Кункомарин, была там в беженцах. То есть для моей семьи и для тех семей, которые здесь находятся, это свое, это родное. И важность этого мероприятия, чтобы мы это передали следующим поколениям. Чтобы они это помнили, помнили тех героев, которые освобожали землю, которые полегли здесь. И чтобы этого больше никогда не было, потому что война тут страшная. Следующий пункт маршрута – открытая площадка хоккейного клуба «Бобруйск». Тут сразу после кинолектории одно из самых ожидаемых событий – концерт звезд белорусской эстрады. Сотни зрителей собирались, чтобы насладиться музыкой, талантом профессиональных исполнителей. Все нравится, все супер. Надо помнить память наших предков, что они сделали для нашей Родины. Как концерт. А мы смогли дальше любить. Великолепно. А завтра мы придете? Конечно. И послезавтра. Сразу после Бобруйска маршрут славы отправится в Червенский район, Полоц, Гродно. Завершится информационно-просветительская акция 28 июля в Бресте, в день, когда территория Беларуси была полностью освобождена от захватчиков. Дорогие друзья, поздравляю Бобруйск с праздником Днем города, с Днем освобождения из публики Беларусь. Нашему городу хочу пожелать мирного неба над головой, это самое главное. Пускай все ваши мечты сбываются. Будьте любимы и счастливы. Шквал эмоций, крики «Браво!» и бурные аплодисменты. Атмосфера праздника, счастья, уважения и памяти к погибшим во имя мира на земле воинам. Виталий Гаврусев, Кристина Арианц, Дмитрий Шевцов, Павел Зуев, Бобруйск, 360. Гостеприимство по Бобруйске. Делегации из России продолжают знакомство с городом на Березине, изучают историю прошлого и настоящего вдоль и поперек, обсуждают перспективы развития, исследуют топовый завод. Дегустируют на свежайший зефир. Обо всем по порядку. Бобруйская синагога – центр притяжения для туристов. Быть в городе на Березине и пройти мимо духовной обители – табу. В стенах, зияющих сильной энергетикой под три десятка гостей, внемлют каждому слову, проникаются истории уникального места. На долгую память – приятные сувениры после экскурсии на еврейский дворик. Здесь каждый оставляет сокровенную частичку себя. Желание из глубины души, написанное на бумаге, находит своё место в стене плача. Очень интересная идея, потому что вдохновляет на то, что какое-то желание наше обязательно сбудется и попадёт в Иерусалим. Очень интересно, что здесь традиции тесно сплетаются с современностью. Старые здания используются как место посещения для туристов. От прошлого к настоящему. В просторном зале после наглядного знакомства с достижениями бобруйских предприятий всё внимание на экран. Инвестиции, инновации, перспективы. Конференция приковывает внимание гостей. Спикеры в деталях транслируют всё о жизни города. В топе вопросов – поддержка экспорта и импорта. Перспективы государственно-частного партнёрства для привлечения инвестиций – потенциал для развития. Свою оценку даёт и почётный гость. То, что мы видели сейчас на презентации, то, что мы были вчера и сегодня, я вижу, что большой потенциал есть в городе Бобруск в плане инвестиций и в плане производства. И я всегда, когда мы дипломаты разговариваем друг с другом, я говорю, что производство в Беларуси превращает количество людей. Значит, больше производства, чем людей, как получается. Это молодцы. И вы очень трудно и упорно работаете, и стараетесь. Это видно. И поэтому всех похвал. По программе «Максимум» далее делегация направляется на завод тракторных деталей и агрегатов. Проследить этапы производства продукции, которая используется и в каждом уголке нашей страны, и далеко за пределами Беларуси, дорогого стоит. Не проходит мимо и фирменного магазина. Ассортимент впечатляет. Не покривлю душой, если скажу, что в России, наверное, нет села, нет города, в котором бы маленькая, трудяга, трактор Беларусь не выполняла кучу самой огромной, важной, нужной людям работы. Побывать сегодня на заводе тракторных деталей и агрегатов было очень интересно. Мы смогли воочию убедиться в качестве и доступности продукции. Ешь не хочу. Традиционный маршрут ведёт гостей Бобруйска к порогу красного пищевика. На сладком рум-туре по крупному заводу до любимых лакомств рукой подать. Делегация срывает куш. Дегустируют наисвежайший воздушный зефир. Кому-то даже выпадает шанс познать ароматные тонкости приготовления в деле. Впервые довелось попробовать зефир прямо с лентой, свежей, приготовленной. Это абсолютно ничем не сравнимый вкус. Вкус детства. Свежий, сделанный с любовью. Также я попробовала сделать его сама. Нельзя сказать, что это так просто получается, как мы видим у работниц. Бобруйский я ем постоянно. Зефир. Мне кажется, его ни с чем невозможно сравнить, потому что он сделан из натуральных компонентов. Любое новое знакомство – это потенциальные возможности. То есть возможность с точки зрения поставки продукции, возможность с точки зрения поставки сырья. Мы активно развиваем свою собственную сеть. Поэтому любая делегация, даже на уровне правительства, на уровне муниципальных округов России – это возможность зацепиться и для себя возможно открыть какую-то новую нишу. Новые помещения, новые торговые центры, интерес бизнеса, в том числе российского, к нашей продукции, к нашей франшизе. Финал вкусной истории. В логистическом центре сладкого предприятия голова кружится и от масштабов, и от витающего аромата. От пола до потолка в семь ярусов величественно возвышаются фирменные коробки с лакомствами. И пока всеми любимая продукция ждёт свой черёд на отправку, делегация «Венка дружбы» продолжает купаться в гостеприимных объятиях Бобруйска. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Детское раздолье. Сразу несколько многофункциональных площадок появилось в Бобруйске. Одна расположилась на Крылово между третьим и пятым домом, вторая – на улице 50-летия в ЛКСМ-21. Универсальные площадки открыты благодаря республиканскому социальному проекту «Спорт для всех». На локациях всё, что нужно подрастающему поколению. Детский спортивно-игровой комплекс, баскетбольная площадка, поле для мини-футбола. Также оборудованы зоны для людей с ограниченными возможностями и воркаута. Это место, наверное, будет притягивать наших малышей и всех людей, которые будут заниматься спортом. И, естественно, это в преддверии праздника нашего города и 80-летия расповождения Республики Беларусь от немецко-ташистских захватчиков. Я просто хочу сказать огромные слова благодарности руководству нашего города, руководству Первомайского райисполкома и руководству ЖМКХ, а также всем работникам за то, что создают для наших этих деток маленьких такие удобства по всему городу. Это очень прекрасно, что у наших детей появилась такая площадка, где они могут заниматься спортом. Это очень важно для детей. Спасибо большое. Нравится площадка, хорошая, долго ждали. Буду заниматься здесь. В преддверии Дня города открылись еще два новых игровых комплекса. Первый во дворе на Лыньково, второй на Рджиникидзе. Раздолье для детей, радость для взрослых. Горка, качели, турники. Активный отдых не заставит скучать. Не забыли про безопасность. Специальное покрытие защитит от травм. Забота о подрастающем поколении – одно из главных направлений государства. Согреть теплом. В Бобруйске состоялся праздник духовного творчества с любовью в сердце. Камерное торжество на площадке возле собора святого благоверного князя Александра Невского, несмотря на зной, собрало сотни горожан и гостей города. Среди приглашенных гостей – представители городской власти, духовенство, силовой блок, делегации городов-побратимов. Отличное настроение и заряд бодрости дарили звезды белорусской эстрады. Каждый из артистов, который сегодня выходил на сцену на этой исторической земле в этом великом православном месте рядом с собором Александра Невского, каждый волновался и каждый неравнодушный человек, который пришел, ведь ради людей все это делается. Поются песни, дарится добро, читаются стихи. Подобные новые мероприятия, они всегда привносят какой-то свежий поток, свежее дыхание для жителей и, на самом деле, для нас исполнителей тоже. Также это очень-очень хороший момент общения людей друг с другом. Такие люди сегодня здесь, такие песни звучат. Мне кажется, надо почаще делать подобные мероприятия. Как минимум, я думаю, что зрители, которые сегодня были на концерте, меня поддерживают. Сегодня мы приготовили потрясающий концерт духовного творчества с любовью в сердце. И, кажется, все так хорошо прошло. И я думаю, что мы еще больше согрели этот город любовью. Этот город – это наш город, город Бобрусь. С праздником, дорогой город! Общая мечта всех собравшихся – восстановить собор святого благоверного князя Александра Невского, чтобы люди приходили молиться, с духовной пользой проводить время. А такие концерты – платформа для общения, обмена мнениями. К слову, по планам, праздник с любовью в сердце должен стать ежегодным фестивалем духовного творчества. Венок дружбы 2024 официально открыт. Начало большого праздника у памятника танка на могиле генерала Бахарова. Руководство города, депутатский корпус, руководители предприятий, делегации возложили цветы и в торжественной обстановке прошли по центральным улицам Бобруська. Принимаются такие люди, отзывчивые, добрые, светлые. Очень город комфортный, тихий. Нам дом очень замечательный. Скажите, а вы первый раз в Бобруське? Нет, уже приезжали. Регулярно, то есть частенько приезжают? Второй раз. Да, за прошлым годом мы или приезжаем? И готовы еще-еще раз приезжать. Мы впервые на фестивале, нам все очень нравится. Будем приезжать еще. Тапельница и скрипачка. Очень хорошая, вы в этом убедитесь. У нее прекраснейший голос, стильный, звонкий, великолепный, очень музыкальная и красавица. Десант народных коллектива высадился в Бобруйск-арене. Торжественное мероприятие началось с церемонии присвоения звания почетный гражданин города Бобруйска. Его удостоился наш коллега Александр Казак. Он отдал журналистике большую часть жизни, воспитал не одно поколение молодежи. На протяжении 12 лет возглавлял одну из топовых газет области. Сегодня, несмотря на почтенный возраст, в апреле Александру Казаку исполнилось 70. Корреспондент БЖ в строю. Его заметки самые читаемые и цитируемые. Присвоение этого звания довольно неожиданно для меня. И в то же время почетно, символично считаю, что именно в год 80-летия освобождения нашей республики от немецко-фашистских захватчиков мне было присвоено это звание. Это обязывает работать еще на благо нашего города, области и страны. Торжество уже давно стало визитной карточкой Бобруйска. Здесь объединяются континенты, страны и люди. В городе с многолетней историей глубоко переплелись различные национальные культуры, которые придают венку дружбы его неповторимый колорит и особый шарм. Праздник аутентичного фольклора помогает понять идентичность и ценность национальных культур и способствует налаживанию культурных и дружественных связей между Белоруссией и странами-участницами. В 2024 году в 17-м фестивале принимают участие 24 коллектива из Белоруссии, России, Палестины, Кыргызстана, Венесуэлы, Кубы, Казахстана, Азербайджана, Армении, Башкортостана, Татарстана. Рекордами полнится земля Бобруйская. Рецепт успеха от школьников, их педагогов и родителей. Сразу после новостей зумеры онлайн. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok